Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы находимся на моем дачном участке. Многие просили наконец-таки показать мой сад. Ну, я его немножечко стыжусь, потому что он запущен. У меня старый дом 60-х годов, такой дачный, бабушкин. И такой же примерно и садик, за которым ухаживают мои родители. У них здесь огородик, лучок, чесночок, клубничка, яблоньки. Ну, мне остается не очень большое поле для деятельности. Участок у нас не очень большой, 8,5 соток. Но, тем не менее, я, конечно, нахожу место, где посадить свои цветочки. И сегодня, пока у нас все эксперты работают, я решил, почему бы нам не приехать ко мне и немножко не показать. Ну, не то чтобы похвастаться, но рассказать о тех растениях, которые у меня есть. Тем более, что у нас начался сезон цветения флоксов. Ну, возможно, что не все знают, что флоксы бывают разные. И не все из них цветут в середине лета или в конце. А есть такие замечательные растения, известные как флоксы шиловидные. Есть еще флоксы дугласа, флоксы растопыренные, флоксы столоносные. И все эти флоксы цветут как раз, ну, условно весной. Скажем так, у нас на северо-западе весна-то начинается в самом конце мая. Поэтому мы будем говорить вот о периоде конец мая и начало июня. Собственно, у нас сейчас начало июня. Это первый наш летний сюжет. Вот, собственно, мы и начнем от калитки, куда мы заходим. И, надеюсь, сейчас оператор будет снимать не мое лицо, а чуть ниже. Потому что флоксы у нас растут в самом низу. Вот моя старенькая собачка. Очень любит лежать, подпирая бочком вот эти вот замечательные шиловидные флоксы. Их у меня несколько сортов. Название я вам не скажу, потому что очень многие растения я не покупаю. А мы меняемся с соседями, как, я думаю, делают это и многие другие садоводы. Как правило, все хотят немножко сэкономить. А растения имеют свойство разрастаться. Их нужно делить. Ну, и в том числе, в этом смысле, шиловидные флоксы удобны чем? Они где-то через 4-5 лет нуждаются в делении. Потому что куртинка вырастает у них довольно большая. И разделить ее на несколько кустиков просто необходимо для того, чтобы растение сохраняло и дальше свою декоративность. И вообще хорошо себя чувствовало. Потому что, ну, вот вы видите разные сорта. Вот розовые практически образуют такую плотную-плотную подушечку, из-за которой даже не видно листьев. Вот это вот немножечко другой сорт, он более рыхлый. У него более вытянутые такие стебли. И поэтому у него такая более рыхлая подушка, видны листья. И все эти флоксики, они у меня сидят на небольшой, ну, не сказать, что подпорной стенке. Но грешно я люблю камушки. Дача у меня находится на Карельском перешейке, который камнями чрезвычайно богат. Одевать их, собственно, некуда. Ну, вот я их, собственно, и складываю, и сажаю. И флоксики у меня вот так вот, собственно, свисают на камушке везде. Ну, и на самом деле флокс это же излюбленное растение для тех, кто имеет горки. Горки, которые так не любят наши ландшафтные дизайнеры. Но мы-то все любим, я думаю, что все грешные, все любят горки. Ну, не будем мы называть их альпинариями, будем называть их ракариями, как мы решили. Но вот для ракария, если у вас есть камни, и если вы не хотите с ними расставаться, то мне кажется, что вот это вот прям лучшее решение, которое можно сделать, это завести вот такую небольшую булочку с изюмом, ну, можно и побольше, конечно, у кого какие аппетиты и участки, и засадить ее флоксами, шиловидными флоксами. В данном случае у меня здесь сидит 4 вида шиловидных флоксов. Ну, опять же таки, да, как я уже сказал, название сортов я не знаю, но если вы захотите их, кстати, приобрести, а не покляничать у соседей, то они практически есть в любом питомнике и в любом садовом центре. Из тех, которые вот находятся на обочинах, небольшие, у нас в Европланте они встречаются достаточно редко. Ну, такое популярное растение, а у нас все-таки Елена Полякова старается привезти то, чего ни у кого нет. А это, в принципе, есть везде. Поэтому увидите их, не ошибетесь. Спутать их практически, ну, ничем невозможно. Есть еще флокс Дугласа, но найти его достаточно сложно. Отличается он от шиловидного в основном размером. Подушечка у него более компактная. Если эти флоксики подлиннее, то флокс Дугласа будет совсем коротенький, 10 сантиметров. У него и листики поменьше, и цветочки поменьше. Ну, это такая, мне кажется, уже достаточно редкость. Мне кажется, что и не все садовые центры различают шиловидный флокс и флокс Дугласа. Ну, почему называется шиловидный? В первую очередь, за свои листики, которые похожи на такие небольшие хвоинки. И одно из преимуществ этого растения, так же, как и с хвойными, оно вечно зеленое. То есть, после того, как кустик отцветет, зеленым он будет сохраняться практически круглый год. Листики у него будут колючие. Они превратятся практически в иголочки зимой. Но останутся зеленые. И у этого флокса еще есть повторное, ну, не осеннее, наверное, августовское цветение. Оно не будет столь обильным, как весеннее. Но, тем не менее, для этого флокс необходимо будет постричь. Стрижется он очень просто. То есть, вы можете взять длинные какие-то садовые ножницы. И после того, как цветочки все отцветут, взять, собственно, эту подушечку выровнять. То есть, понизу, то, что вот свисает у меня на камушке или на подпорной стенке, в конечном итоге вот этот флоксик, он дорастает всегда до земли. Ну, собственно, я его не очень жалею. Вот тут вот, наверное, можно увидеть результаты прошлогодней стрижки. То есть, все, что вот выросло туда-вниз, было безжалостно сострижено триммером. То есть, я, в принципе, взял как бы и все, что лишнее, все, что касалось земли, просто выкосил. Флоксу это никак не повредило. Он прекрасно восстановился. Хотя есть у него еще небольшой минус. Эти растения немножко подгорают на солнце. Ну, опять же таки, так как и хвойные. Особенно, если они вот так красиво и замечательно лежат на камнях. Ну, проблему с подгоранием решается достаточно просто. Если у вас есть лишний лапник или укрывной материал, который вы везде используете, то можно его кинуть точно так же, ну, даже не с осени, а вот уже, когда активное солнце в феврале. Хвойные в основном нуждаются в укрытии в феврале. Точно так же и шаловидные флоксики можно укутать в феврале, если, например, нет снега. Ну, растение очень низкорослое. И мы говорим, когда нет снега. То есть, если у нас хорошая снежная зима, все эти растения будут, собственно, в полной безопасности. У них очень высокая морозостойкость, поэтому с ними можно ничего не делать. Я ничем не укрываю. Все, что у меня на камушках погорело, я весной подхожу, аккуратно вырезаю ножницами. И подушечка достаточно быстро возвращается вот в свой первоначальный именно прекрасный вид. Это цветение от этого не становится более мелким. Цветение сохраняется достаточно обильным. И за лето, наверное, рекомендуют вообще стричь их не более двух раз за сезон. Ну, я делаю это чаще. Если я вижу, что торчит, что-то мешается, мне хотелось бы все-таки это убрать. Пока что я не вижу, чтобы это как-то растению вредило. Я не дендролог, я любитель, все-таки опираюсь на собственный опыт. Поэтому делюсь с вами своими практическими знаниями. Вон отсюда, вон поливать кабачки. Кабачки, огурцы к деревню, к тетке в глушу Саратов. Все указания розданы. Поехали, мотор. Что касается агротехники шаловидных флоксов, тут все элементарно. Честно говоря, никогда целенаправленно я их не удобрял и не подкармливал. Ну, поскольку они сидят, как правило, у меня в миксбордере в сочетании с другими растениями. Мелкоты у меня всякой довольно-таки много. Ну, возможно, им достается какое-то питание, когда какой-то цветочек я особенно приветил и за ним ухаживаю. Но во всем остальном они совершенно неприхотливы. Например, у меня есть флокс, который сидят под сосной, где не растет ничего. Где в засушливые дни вянет даже земляника, вянет вообще... Ну, вот циккуленты, конечно, они выдерживают это все. Но вот какие-то растения типа живучки ползучий, казалось бы, неубиваемый, которые тоже вянет, флокса себя чувствует совершенно отлично. Поэтому не в дополнительном поливе, не в удобрении, я считаю, они не нуждаются. Ну, если с ним что-то случилось, конечно, можно и поухаживать. Но, мне кажется, если есть не просят, то и кормить его, соответственно, не нужно. Говорят, что флоксы, как и все флоксы шиловидные, страдают мучнистой росой, подвержены грибным заболеваниям. Но тоже никаких почернений, никаких грибных заболеваний я на своих флоксах не видел. Ну, возможно, потому что участок у меня расположен на песчаной горе. Поэтому им здесь тепло, сухо. И вообще, в принципе, у меня как бы грибковыми заболеваниями никакие растения не подвержены. А флоксы, и особенно шиловидные, не любят замокание корней. Поэтому, если у кого-то высокие грунтовые воды, то, наверное, эти флоксы не подходят для этого участка. Лучше всего сажать их все-таки на высоте, в дренированную землю. Хорошо, если там будет какая-то песчаная подстилка. Вот. Или подпорная стенка. На подпорной стенке они смотрятся великолепно. Лучше всего. Ну, на этом мы заканчиваем наш сюжет. Возможно, нам удастся снять из нашего сада еще что-то из моего. Ну, пока что ничего интересного не цветет. Я надеюсь, что у нас появятся в этом году новые эксперты. Скоро мы поедем снимать пионы к Наталье Завидье. У нее есть замечательные новинки, о которых надо обязательно рассказать. Но также мы приглашаем к сотрудничеству других людей, которые хотят чем-то похвастаться. Мы готовы приехать в ваш сад, посмотреть на ваше растение, оценить ваши способности в садоводстве и ландшафтном дизайне. Все. На этом до свидания. С вами был я, Андрей Смирнов и канал Европлант Лайф. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»